Евангелие от Луки, глава 8, с 22 по 25 стих. В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им, переправимся на ту сторону озера, и отправились. Во время плавания их он заснул, на озере поднялся буря. Поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И подойдя, разбудили его и сказали, наставник, наставник, погибаем. Но он встал, запретил ветру и волнение воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им, где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему. ТОЛКОВАНИЕ Господь засыпает с особенным намерением, Именно чтобы доставить упражнения ученикам и испытать, какова их вера, останутся ли они без смущения от искушений. Оказывается, что они слабы, они обнаруживают веру несовершенную, но смешанную с неверием. Ибо веруют, что он может спасти, но как маловерные говорят, спаси, погибаем. А если бы они имели совершенную веру, то были бы вполне убеждены, что для них даже невозможно погибнуть тогда, когда с ними находится всемогущий. Он, встал, запретил ветру, чтобы сила его была очевидна. Очевиднее. Очевиднее. Он допустил их смутиться, ибо мы, люди, обыкновенно более помним того Избавителя, который спас нас от большой опасности. Поэтому он восстал и спас их не в начале, но когда они были на краю опасности. Кто же это? Они говорят. Это не в смысле сомнения, но в чувстве удивления. Они как бы так сказали, кто сей, то есть, какой он великий и дивный, и какой властью и силой творит это. Ну, что из этого можешь взять для себя? Ну, не молчи. Чтобы возрастать в вере. Возрастать в вере. Ну, была у тебя такая в жизни ситуация, чтобы ты вот кричал, спаси, погибаем, и кто-то бы спас тебя от смерти. Не было. Ну, вот они кричали, наставник, наставник. У тебя есть наставник? Бог, наставник. Бог, наставник. Как он тебя наставляет? Спасает в трудной ситуации. Спасает в трудной ситуации. Были у тебя трудные ситуации в жизни? Ну, конечно. Так, чтобы он тебя прям спас. Ну, вот то, что ты вот домик купил, такой неутепленный брат, тебя, говоришь, обманул или все. Трудная эта ситуация? Да, это так, лодской. Для себя, ну, было в отеле. Бог как-то вроде вывел из тюрьки. Вроде вывел тебя из тьмы. Ну, вот они были на лодке и погибали, а ты вот, когда в домике жил, у тебя холодно было. Игнать Тихонич тебе приехал, так, говорит, поехали. Он-то думал, что ты там замерзнуть можешь. Он реально переживал за тебя, наставник твой. Ты оценил его поступок? Ну, оценил, конечно. Как? Ну, живу в тепле, в чистоте. И как ты оценил? Ну, оценить-то оценил. Послушание мне хромает. Обещал, что если будешь жить в тепле и чистоте, будешь слушаться хозяина дома. Послушание хромает, значит... Ну, плоткое как-то перебиваю душевно. Ну, вот ученики-то, они говорят, спаси нас, погибаю. А ты вот, когда там замерзал-то, ты даже и не думал, что ты там можешь умереть? Не было у тебя такие мысли? Да, я на себя как-то надеюсь, что я был в Якутии, там, под 50 морозов, а тут-то это семечки. Тут какие морозы? Ну, христианин не на себя, Вася, должен надеяться, а на Бога. Просить у Бога милости. Тут морозы-то, ерунда, ерунда. Ну, то есть... Переносил под 50. То есть, Игнать Тихонич заря переживал. Да, за 50. То есть, Игнать Тихонич заря за тебя переживал и не нужно было... Не, ну почему? Ты же там болел, кашлял, и болезнь могла усилиться, и тем более у тебя... Ну, я как-то с этим смирился. Туберкулез, смирился с тем, что ты замерзнешь там, окочуешься? Не, ну то, что в таком... В холоде живой. Ну, а вот, когда буря, ветер наступило, ученики закричали, спаси нас, Господи, помогаем. Ну, я как бы к этому привычен, к холоду. То есть, у тебя не было такой мысли, кто бы меня забрал в тепло бы, да? Да, я даже не ожидал. Вот, и мыслей у тебя таких не было, что Господь может тебя спасти от такой... Ну, как бы наставляют, не живи в грязи. Вот, тем более там у тебя грязь, и брат тебе приезжал, тебе постоянно ругал тебя за это, ты его не слушал, и в грязи, и в холоде. Ну, брат, брат, я наоборот делал, против него все. Брат, брат-то у меня такой, что я отвязать от него не могу. Ну, он тебе хороший совет давал, то, что живи в тепле и в чистоте. Так, еще на матерках, а зачем мне эти матерки-то слушать? Ну, а если бы ты его слушал, он бы и не матерился. Да, не матерился. А почему ты избрал... Мое скрепляющее слово матерок. Ну, а почему ты избрал такой путь в грязи и в холоде, а не в чистоте и в тепле? А брат другой путь избрал, хотя он не верующий. Ну, Господь где-нибудь учил, чтобы вот, там вот, ветер, буря, холод, там, шлякать, и он бы сказал бы терпите, ничего страшного. Так, а не одна, как говорится, два сапога, пара, обои пили, они на пьянке сошлись. Ну, мы сейчас, ты себя-то на брата-то не переводи, что-то. Он не верующий. Ты живешь в грязи и в холоде, брат тебя хочет спасти, неверующий даже, забрать тебя или там вразумить тебя. Да куда он забрать? Ну, вот он у тебя приезжает, он тебя постоянно, постоянно тебя тревожит. Вася, так жить нельзя, так жить нельзя, ты его не слушал. Игнать Тихонич тебя приехал, Вася, так жить нельзя, поехали к Сергею. Ты приехал, слушайся его, там, будешь в тепле, в чистоте, в сытости. Ну, сейчас пост идет, так что мы маленько плоть-то своего смиряем, там, не до сытости. Объедаться я тебе не даю, тем более грех это объедение. Ну, вот. Ты веришь, что это Господь тебя оттуда вывел-то, или ты? Верую в Господи. Верую в Господи. А вот ученики, они показывали веру, перемешанную с неверием. Ну, у меня такое же. И у тебя такое же. Так ты расти вместе с учениками, читай Евангелие-то. А они в чем неверие свое показали? Как ты понял? Ну, погибаем. Погибаем. А ты даже и погибал, ты даже до их неверия не дорос, Василий. Они кричали. Ясно дело, они с Господом. Они кричали, Господи, погибаем. А ты даже не пришел в общину, не сказал, помогите мне, там. Смирился с тем, что ты погибаешь. Ну, как это же твоя жизнь? Ну, чукки-то живут в грязи. И грязи в морозе. Но они не христиане, Вася. Они не христиане. Они не принимали крещение. Они, язычники, поклоняются, там у них шаманы всякие, там, этим языческим богам. Нет, ну, как бы, плотское, это второстепенное, я так думал, думал. Да чистота, Вася, Вася. Жить в чистоте и в тепле, это не плотское. Все христиане живут в чистоте и в тепле. Потому что трудятся. И Бог им дает чистое, теплое. Ну, я считал, как бы, второстепенно, это, вот, такое. Вот, тебя сестры пригласили к себе домой, потом тебя даже не позвали. А почему? Вот меня воняет. Да какой же ты? Ну, нет. Я даже не думал об этом, что пригласят, не пригласят. А вот. Ну, они пожалели тебя поначалу, видимо-то. А потом, ну, видят, что человек мыться не собирается. Неблагодарный, видимо. Вот, и перестали тебя приглашать. Я вот тебя уже второй месяц терплю. Не было бы дня, в который бы ты послушался, что-нибудь, да, свое вывернешь. Ни дня, ни одного, ни разу. Каждый день ложь, ложь, ложь. Ложь в плане, что обещал слушаться, не выполняешь. Чего бы не попросил. Вчера, говорю, поедешь домой, там, поправишься, пешком не ходи. Ладно, ладно. Ходил пешком. Опять солдал. Ну, тренировался. Тренировался. Ну, допускал бы Сергей. Только где-то выносливость тренировать. Ну, ты бы сказал бы, Сергей Павлович, ну, разреши я пешком пройдусь. Я бы сказал, ну, пройдись, выносливость. А ты, понимаешь, ты мне врешь, понимаешь, Вася. Каждый день ты мне врешь. Ты обещал слушаться. Ты обещал слушаться. То я тебе сказал, пешком не ходи. Договорились, ты говоришь, договорились. Ты слово дал. Ты слово своему не хозяин. Понимаешь? Какой же ты христианин-то, Вася? Ты не верующий. Совершенно. Если я тренироваться не буду, я захерею совсем. Ну, ты слово дал. Почему ты слово не держишь? Почему ты, христианин, не держишь слово? Почему ты все время свое гнешь? Ну, ты, вот тебе дают задание, ты говоришь, я не согласен. Почему у тебя язык-то в то время прилипает к одному месту, а потом раз, и ты выбор такой делаешь. Обещаешь сделать как. Ну, я думал, ну... А тебе зачем думать? Тебе надо думать, как тебе сделать так, чтобы не обмануть, Вася. Слушай, слушай, слушай. Слушай, на один день я тебе сказал. То ты и в тот день пешком пошел, и во второй день пошел. Транспорта не было. Понимаешь, на один день я сказал. Ну, ты тот день тренировался, а второй день зачем тебе? Ты опять простынешь, и все, опять тебя лечи. Ну, как я простыну? Ну, а как ты тот раз ходил? Ну, собака будет в комнате сидеть, а что с ней будет? Ничего, они у меня не болеют, не кашляют. Нет, так ты с ними тренируешься. Тренируешься. Ну, так и я тоже тренируюсь. Ну, и я с тобой тренируюсь, и с собаками мы тренировались. Я тоже хожу, тренируюсь. Ну, вот, и я тебя, помнишь, с собаками взял на тренировку тебя. Ты тренировался, у тебя организм здоровый, крепкий, хоть и 70 лет. У тебя после тренировки, ну, у тебя после тренировки с собаками переживают, что я грубо с тобой, и так, все это. У тебя травмы были какие-то после тренировки, скажи, на камеру. Ну, сюда, на камеру скажи. Не было, не было. Синяки были? Не было. Не было. Ну, потом уж не верят, что грубо, там, на старика, собак, травят, там, все это. Ты жестокий, там, все. Жестоко я с тобой поступал? Ну, это терпимо. Ну, это спорт, тренировка, все, я тренер, ты ученик, я тебя наставляю строго, как бы, если бы я строго бы с тобой бы не разговаривал, тогда могла бы быть травма. Поэтому я, как многоопытный тренер, уже много лет этим видом спорта занимаюсь, я тебя вижу, что ты немножко где-то недопонимаешь, и поэтому я тебе и говорю, что делать. Собака прыгает, надо смотреть на собаку, не отворачивать лицо, а смотреть, чтобы ты видел, где собака. Я тебя предупредил, сейчас облаивать будет страшно, не дергайся, ты меня все, начал потихоньку, я тебя поправил, ты все сделал, ни одной травмы за всю жизнь, ни один фигурант у меня не пострадал на тренировках. И ты не пострадал. Поэтому костюм крепкий, это очень специальный, как бы, самый крепкий я костюм купил, где травмы минимальны в этом костюме, то есть собака до тела практически не достает, там чуть-чуть там неприятные ощущения, конечно, что она там подергивает. Ну и какой вывод из прочитанного делаешь-то? Ученик ты маловерный, даже ниже тех учеников, те хоть кричали, Господи, помоги, ты живешь в грязи и в холоде, тебе ничего не надо, ты член общины, за помощью не обращаешься, то есть ты еще ниже тех неверующих учеников даже, которые в бурю кричали, помоги, Господи, даже этого не кричишь. А когда тебе помогают, сами проезжают, тебя забираешь, ты оказываешься неблагодарным, не слушаешься. Ну, я как бы с этим смирился, он претерпелся. Смирился, претерпелся. Христианин, Вася, это не чукча, чукчи, они язычники, они языческим богам поклоняются. Христиане все в дом приглашают, где тепло, ревнуйте о странноприимстве. Вот, сестры тебя приглашали, которые сейчас ушли из общины, они хотели принять странника, да ты не странник никакого, у тебя тепло есть. Кого ты к себе домой пригласил из общины, хоть раз, чаем напоил? Никого. Никого. А Господь говорит, ревнуйте о странноприимстве, то есть желайте, чтобы гости к вам приезжали. А кто к тебе поет в такой холод? Брат приехал к тебе, сидел-сидел, зуб на зуб не попадает. Говорит, Василий, ты хоть печку затопи. Ну, он-то не привык в холоде жить, он-то не чукчи. Игнатий Тихонович, они не минус 16, а плюс 12. Это большая разница. 16 плюс 12, сколько будет? Плюс с минусом как можно? Ну, разница, 16 до 12, минус 16 до 12, сколько? 16, прибавь 12, сколько будет? 28. 28 градусов, но 28 не каждый человек может понести. Благодарим Бога, идем завтра. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Христе Боже наш.